Здравствуйте! Виктор Артемьев, практикующий фермер. Расскажу вам немножко про возможные ошибки, которые бывают у огородников при выращивании огурцов в открытом грунте и в теплице. Первая ошибка это когда появляется цвет на огурце и дачник, огородник говорит, ой, зацвел, скоро будем есть огурцы. Далее, категорически рекомендую первые три цвета огурца ослеплять на стволе, не давать огурцу цвести, не давать появляться цветам, иначе у нас идет сильное замедление корневой системы. Далее, рекомендую все-таки использовать шпалерное или подвязанное, или на опорах выращивание огурца, потому что если мы не будем формировать огурец в один, но некоторые формируют два-три стебля, мы получим такую мощную паутину, которая даст множество побегов, но абсолютно мало плодов. Мы получим загущенное растение, не имеющее сил для нормального плодоношения. Выращивая в один стебель, мы можем получить хороший урожай и качественный продукт. Далее, при достижении огурца верха шпалеры я формирую его в два-три стебля и опускаю вниз по шпалере примерно на 70-90 сантиметров. Оставляя только первичные пасынки, имеется в виду вот пасынок, я удаляю ему прирост, оставляя вот такой пасынок на пасынке. Получается, что мы не перегружаем растение стебель множеством плодов, они нормально созревают, в дальнейшем растение регенерирует и выпускает новые побеги. При вертикальной посадке не бойтесь обрывать нижние листья. Нижние листья закрывают растению вентиляцию корневой системы, приводят к образованию различных грибковых заболеваний, к появлению на растениях и, разумеется, в дальнейшем гибели растения. Поэтому не бойтесь оборвать под предлогом, что, мол, огурцам не хватит питания. Это не страшно. Следующий момент. Огурцу плодоносящему надо минимум 1-2 литра воды в день. Оптимально это даст капельный полив. Почему оптимально? Потому что капельный полив в течение часа литр вытекает из капельницы, насыщает землю и растение получает всю эту влагу. Выливая воду лейкой, обеспечить необходимый литр очень сложно. Вода по поверхности разойдется и нужного питания корневая система не получит. Вот смотрите, вот я тут немножко, вот видно, вот они, корневая система. Видите, и земля влажная. Если бы я поливал лейкой, вода в стекла со всех сторон, не наносится воды, не обеспечить необходимый полив. Нехватка влаги в теплице приводит к тому, что растение угнетенное, и плоды маленькие, скрюченные, и много завязи гибнет. Рекомендуется замульчировать почву в теплице. Под ней остается земля влажная, на солнце не пересыхает, и, соответственно, получается нормальный здоровый микроклимат для растений. Следующая ошибка бывает, когда хозяйка или хозяин собирает огурцы и наступает на корневую систему для того, чтобы дотянуться повыше. Наступая возле огурца на корневую систему, мы рвем ее, и это приведет к гибели огурца. Это вкратце, если основные ошибки, которые садовод может допустить у себя при выращивании огурцов. В дополнение, огурец теплолюбивое растение происходит из Индии. Нормальная температура роста 25-30 градусов. Выше не стоит, ниже начинается определенное замедление. Поэтому, если можете обеспечить хорошую температуру для растения, у вас оно будет отдавать урожай столицей. При сильных колебаниях температуры дневных и ночных, опять же, растение будет угнетенное и будет поражаться болезнями или просто давать меньше плодов. У меня есть отрицательный опыт, когда я применил свежую золу для формирования смеси для выгонки рассады. Я использую 45 единиц биогумуса, 45 единиц кислого торфа и 10 единиц объемных золы. В этом году я по ошибке, по незнанию взял золу свежую. В результате у меня получился грунт для рассады щелочной, с кислотностью 8,5 единиц. Рассада, чем я не пытался вылечить ее, в массе гибла. То есть огурцу надо слегка, нейтрально слегка кислая почва. Поэтому, применяя золу в качестве удобрения, эта зола должна быть хотя бы прошлогодняя, которая полежала, напиталась влагой, в ней сработала химическая реакция, и она стала больше нейтральной, чем кислой. Если у вас появился на огурцах нестандартный плод, не давайте ему вымахать, например, в большой размер. Оборвите такие завязи сразу же, вы сэкономите растению силы, питательные вещества, и не жалко, не стыдно будет потом те огурцы, что выросли, угощать друзей и питаться самому. Использование навоза на огурящих грядках – это непродуктивно. Не говоря про то, что в свежем навозе или месячной, двухмесячной давности навозе, все еще много не просто семян сорняков, а много еще самых разнообразных личинок от всяких мух, других насекомых, которые живут в навозе, и с удовольствием будут питаться свежими корнями ваших огурцов. Плюс ко всему, применяя навоз, мы не можем обеспечить необходимую подкормку в нужное время, в нужный момент. Свежий навоз с огурцами даст вам избыток азота, и огурцы пойдут в ботву, в листву, а плоды будут редкими. Плюс, простите, с навозом работать труднее и сложнее, потому что объем навоза, который внести почву, его надо гораздо больше, очень тщательно перемешивать, и, получается, увеличивается в разы трудоемкость использования навоза. Дать навозу полежать с помощью биодеструкторов, превратиться в хороший компост, который можно применять широко в огородничестве, или же ферметизированную навозную массу передавать вермикультуре червей, которые дадут вам в итоге вермичай и биогумус. Без навоза, на своих удобрениях, шикарный огурец, хорошие вкусные плоды, качество. Гарантирую, будете применять, получить то же самое. Спасибо вам за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok